Ведь кажется, что эти аяты не связаны друг с другом, но они связаны, они связаны, это первое. Второй момент, когда Аллах упоминает что-то здесь, потом переходит на другую тему, опять на другую, это обращает твое внимание не только на то, что Аллах здесь говорит, но и также используемые слова, например, слово «гидайя». Прочитав это, ты вынужден связать это со всеми остальными местами в Коране, где Аллах упоминает «гидайя» — верное руководство. Приходится. Если бы Аллах не спослал суру только о «гидайя», о прямом пути, и все, что с этим связано, поместил бы в одной суре, вы бы читали эту суру и думали только о прямом пути. Вы бы не думали уже ни о чем другом. Читали бы только «прямой путь», «верное руководство», «прямой путь там», «прямой путь здесь» и все. Но когда Аллах говорит слова «веди нас прямым путем» в суре «Фатиха», а в суре «Паук», в 29-й суре, Аллах говорит «Мы непременно обязательно поведем их нашими путями». Это Аллах говорит в конце суры «Анкабуд». «Мы обязательно поведем их по нашим путям». Тех, которые усердствовали за нас, мы поведем нашими путями. И тебе приходится думать об обоих аятах. И Аллах упоминает Гидая столько раз в Коране. «Прямой путь» упоминает столько раз. И тебе приходится анализировать каждый этот эпизод. И посмотрите в конце суры «Анкабуд». Аллах там говорит «Тех, которые усердствовали за нас, мы обязательно поведем по нашим путям». Тех, которые прилагали усилия, чтобы приблизиться к нам, Аллах говорит. Кто изо всех сил старался установить связь с Аллахом? Аллах говорит «Мы обязательно поведем их по нашим путям». «Я открою им свои пути». И какой эффект эти слова оказывают? Думаешь, ого, целая история за этим аятом стоит. Контекст суры «Фатиха», где Аллах говорит «Веди нас прямым путем», пересекается с другим контекстом, где Аллах опять говорит о прямом пути. Воистину, Аллах наставляет верующих на прямой путь. Опять же, связано с верой. В суре «Анкабуд» говорилось об усилиях, чтобы к Аллаху приблизиться. И в суре «Фатиха», а это первая, открывающая глава, в ней Аллах говорит о прямом пути. Мы сегодня это пройдем, ведь сегодняшняя тема будет связана с одной из концепций, о которых Аллах говорит в Коране. А именно, о концепции прямого пути. В суре «Фатиха» говорится «Веди нас прямым путем». Концепция прямого пути. Это будет первой лекцией всего сериала. Сегодня тема первая. В ней мы будем рассматривать сурат Аль-Мустаким, прямой путь. Фатиху рассматривать, в частности, суру «Фатиха». И рассматривать этот момент из суры «Фатиха», сурат Аль-Мустаким.